Привет любителям 3D печати! Сегодня у меня коротенький обзор на хотенд Dragon от Triangle Lab. Этот хотенд появился уже достаточно давно, но его высокая цена отпугивает пользователей. И вот, однажды под пивко, я все же решился его купить на пробу, а заодно присобачить его к своему принтеру Tu3 Sapphire Pro. Но это другая история, а сейчас о самом хотенд. Вот что про него говорит сам производитель. Этот хотенд полностью совместим с хотендом E3D V6 и является его улучшенной версией. Совместимость проверена Sapphire. За счет конструкции он рассчитан на более высокий диапазон температур, аж 450 градусов. Есть версия Hi-Flow, у которой увеличенная пропускная способность, типа сопоставимая с вулканом. Производитель приводит сравнение. 1020 мм в минуту для обычного E3D V6 с медным нагревательным блоком. 1150 мм в минуту для простого дракона и 1560 мм в минуту для версии Hi-Flow. Я, конечно же, взял версию Hi-Flow, там разница в 300 с небольшим рублей, что при общей цене за такой агрегат не существенно. Интересно будет посмотреть, как она поведет себя с простым ПЛА и соплом 0.4. Далее, увеличена общая жесткость конструкции. И еще один из плюсов. Для замены сопла на горячее, можно просто рукой держать внешние ребра и не обожжешься. То есть замена сопла на расплюнуть. И это проверить. Поставляется все это добро вот в таком упакованном виде, что в принципе у Triangle Labs всегда было на высоте. Скорость доставки чуть более двух недель в российскую глубинку, трекинг отслеживался полностью. Внутри коробочки все расфасовано по пакетикам. Сам хот-энд с силиконовым носком и продетым ноской с куском филамента. Отдельно набор шестигранников. Отдельно винтики. Отдельно сопло и цанга с двумя фиксаторами. Сопло в комплекте никелированное, судя по описанию, это медь. Охлаждение, нагревательный блок и термистр в комплект не входят, имейте это в виду при заказе. Сам хот-энд выглядит очень достойно и стильно. Нагревательный блок сделан из никелированного медного сплава. Термобарьер и радиатор охлаждения есть одно целое, единая деталь. Биметалл, то есть тонкая стальная трубочка, на которую сверху запрессован медный радиатор, а снизу медная же резьба, которая это дело вкручивается в нагревательный блок. Между ними небольшое расстояние, собственно и сам термобарьер. За счет того, что у меди теплопроводность лучше, чем у алюминия, радиатор значительно меньше по площади оребридов. Внутри нет никаких тефлоновых трубок, там сквозной стальной канал в диаметре прутка. У версии с повышенным потоком, как у меня, в месте контакта с нагревательным блоком есть дополнительное медное утолщение, увеличивающее зону нагрева филамента. На него еще одета рубашка из теплоизоляции, видимо для уменьшения теплоотдачи. Вся конструкция скреплена внешним радиатором черного цвета, похожей из алюминия. Сверху двумя винтиками к нему крепится фитинг к подаче филамента. Снизу внешний радиатор стоит на нагревательном блоке с помощью четырех тонкостенных трубочек. Материал магнитится, значит это не алюминий, а видимо сталь. Трубочки просто вставляются в отверстие, поэтому через нагревательный блок к радиатору все это прижимается двумя длинными очень тонкими винтиками. Вся эта конструкция как бы намекает на сильное разделение горячей и холодной зоны, что становится большим плюсом. Нагревательный блок по сути сообщается с зоной охлаждения только через горло, четыре тоненьких трубочки плохой теплопроводности и два тоненьких винтик. То есть передача тепла достаточно небольшая. Но крепление жесткое, а это значит, что не нужно держать чем-то нагревательный блок, чтобы сменить сопло. На Е3ДВ6 это было неудобно. При откручивании сопла откручивается и нагревательный блок от горла. Приходилось чем-то удерживать нагревательный блок, то еще удовольствие. Небольшая передача тепла дает возможность лучше охлаждать радиатор, следовательно избежать расплавления материала выше нагревательного блока. Конечно же шаловливые ручки сразу полезли все разбирать. Как я уже говорил, нагревательный блок крепится к основе двумя тоненькими винтиками. Открутить их входящим в комплект шестигранникам не удалось. Шестигранник, видимо, сделан из высококачественного китайского пластилина, так что его срезало сразу же на полуобороте. Оказалось, винтики закручены на краску или фиксатор резьбы. После их откручивания основа с фитингом снялась с трубочек и нагревательный блок с радиатором отделился. Горло радиатора вкручено в нагревательный блок. Для его откручивания в комплекте идет высоко прецизионный китайский рожковый ключик от детского конструктора. Но работает. Вот и вся конструкция. Пока осталось непонятным, зачем в комплекте отсыпали еще винтики. Если будете сами разбирать и собирать хотенд, имейте в виду, что внешний радиатор, скорее всего, алюминиевый. Поэтому тонкие винтики в нагревательном блоке нужно закручивать без фанатизма, чтобы не сорвать риску. Вес хотенда составляет 54 грамма, что на 20 грамм больше, чем хотенд E3D V6 от той же фирмы. В общем, держа в руках, да и просто глядя на этот хотенд, получаешь эстетическое удовольствие. Выглядит солидно. Китайцы клянутся в отличной обработке, точности, ха-эндности и заявляют, что это просто супер-пупер хотенд для прецизионной печати. Собственно, идея такого хотенда не нова и явно скита изжена с хотендом москита от Slice Engineering. Москита запатентован, но китайцев это никогда не останавливало. Однако москита это все-таки нечто монструозное и странное по габаритам и конфигурации. Дракон здесь явно выигрывает своей заявкой на полную совместимость с E3D V6, да и просто изящностью. И если его действительно можно просто установить в то же крепление, что и E3D V6, то это дает китайцам явный выигрыш. У меня как раз на Sapphire Pro стоит E3D V6, так что буду пробовать ставить на него драгон без передела. Вот и весь краткий обзор на хотенд драгона Triangle Lab. Собственно, а что еще говорить, буду ставить на сапфир, тогда и покажу, на что он годится. Кому интересно, ждите ролик. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось или было полезно, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и приятной вам 3D печати. До новых встреч!